Когда задают вопрос, сколько же статей нужно написать на Яндекс.Дзен, чтобы получать пассивный доход, я немного теряюсь. Все дело в том, что никакого пассивного дохода на Яндекс.Дзене нет. Что это значит? Сколько бы статей на Яндекс.Дзене вы не написали, какие успешные бы они ни были. Все равно, как только вы перестанете писать, у вас все упадет. Я имею ввиду доход, просмотры, дочитки. Причем положение испортится очень-очень быстро, а восстановить предыдущее положение дел будет очень-очень сложно. Все потому, что и карма у вас потом сразу не рассчитается, и показов будут давать намного меньше, и старые статьи, которые раньше нормально крутились, уже перестанут крутиться. Так что никакого пассивного дохода на Яндекс.Дзене нету. Сколько бы статей ни писали, все равно придется дальше продолжать писать и стараться найти интересную тему, которая заинтересует читателей, которые будут кликать по вашим статьям, заходить на канал и подписываться. Если не будут, то, соответственно, и деньги вам перестанут приходить. Как пример, я покажу вам сегодня свой канал Парафильмы, на который я очень редко пишу, до того редко, что там карма уже в ноль упала. Тем не менее, я хочу показать вам доход, и что будет, если забросить канал. В общем, это Кретов. Подписывайтесь на мой канал на Ютубе, ставьте нравится, и мы начинаем. Если кто не знает, мой канал Парафильмы довольно старый канал, завел я его очень давно, но немного позже, чем остальные каналы, которые по истории и блок Игорь Кретов. Скажем так, по очередности это был третий канал. По доходности же он был где-то на втором месте, ну то есть на первом месте всегда у меня раньше был канал по истории, я подчеркну раньше, сейчас на первом месте, как это не удивительно, канал Игорь Кретов. Так вот, на первом месте по доходности всегда был канал по истории, а на втором месте как раз канал Парафильмы. Канал Игорь Кретов вообще был долгое время, около там, не знаю, полгода забанен. Про то, как я его разблокировал, я прям отдельное видео снимал, если не смотрели в подсказках прикреплю, посмотрите обязательно. Чтобы разблокировать канал на Яндекс.Зене, не обязательно удалять все статьи на нем, достаточно найти те, которые нарушают, потом написать три новых материала и канал должны разблокировать, если все нормально. Но канал про фильмы никогда не блокировали, с ним всегда все было нормально, блокировались отдельные статьи, некоторые из них удалось восстановить как бы, но я имею ввиду, что я писал в техподдержку и говорил им, что по ошибке вы заблокировали мою статью, разблокируйте, пожалуйста, и они часто снимали ограничения. Так вот, канал был вполне себе такой нормальный, без штрафов, без санкций, давали показы, появлялись дочитки, все вроде было нормально, но почему я его забросил, все очень просто. Меня не устраивал доход на нем, то есть дочиток было много, а платили за это очень мало. И ладно бы, если канал про фильм был самым простым, но он был самым сложным. Ну то есть у меня просто куча времени тратилась на то, чтобы найти интересный фильм, найти что-то интересное в этом фильме, о чем можно написать, даже посмотреть этот фильм. И даже если я его давно уже смотрел и знаю о чем этот фильм, то мне все равно приходилось скачивать этот фильм, просматривать, искать нужные моменты, делать скриншоты, эти скриншоты размещать, чисто вот на это уходила куча времени. Но у некоторых деятелей каналы на Яндекс.Зен ведутся намного проще. О чем я говорю? Мне тут недавно подписчик прислал ссылку на канал про фильмы, точно такой же, как у меня. Ну то есть там только фотки отзеркалены и текст немножко переделан. А так абсолютно все мои статьи, абсолютно все мои темы статей скопированы. Причем я с этой проблемой обращался в Яндекс.Зен, говорил, посмотрите, пожалуйста, что тут творится. Они обещали помочь, но почему-то забили. Канал продолжает публиковать вот этот вот материал. Реклама на канале также и осталась. Ничего с ней не случилось. Человек зарабатывает. Правда, я не думаю, что он много зарабатывает. Ну потому что тема с фильмами, она такая не очень прибыльная, плюс его в любой момент все же могут все равно забанить. Да и зарабатывает он, наверное, рублей 200-300, ну максимум 400 с этого канала в сутки. Это, конечно, не прям копейки. Ну так, более-менее, тем более заворованный контент. Но даже так, мне все равно интересно, сколько приносит ворованный канал. Так что я обращаюсь к тебе, человек, ворующий мои статьи. Напиши хотя бы в комментариях, сколько ты зарабатываешь. Ну хотя бы примерно там. Если стесняешься писать со своего аккаунта, ну создай фейк, напиши с него. Ну правда интересно. А я тебе взамен, ну и зрителям этого ролика, покажу, сколько канал про фильмы мне приносит сейчас, когда я его вообще не веду. В общем, давайте перейдем к каналу, и я вам все там покажу. Собственно, вот канал про фильмы. Из России с любовью он называется. Собственно, даже несмотря на то, что я его не веду уже давно, у него аудитория 136 554 человека и 6896 подписчиков. Ну, что не веду, тут видно. В принципе, карма 0 уже упала. Ну то есть я его не совсем не веду. Если тут посмотреть, то вот, допустим, 2 декабря, то есть за декабрь и январь, я опубликовал 1, 2, 3, 4, 5. 5 статей. Вот 1, 2 декабря, потом 30 декабря, 6 января, 10 января и сегодня тоже опубликовал. Вот она набирает уже 225 дочитываний. Набрала из 4926 показов. У меня, кстати, тут бонусные показы еще остались, 5638 штук. Но учитывая CTR при бонусных показах, применять их вообще никакого смысла я не вижу. Насколько удачные были статьи, ну вот, если посмотреть, вот это вот вполне себе удачное, то есть миллион показов у нее было. Вот это вот тоже высокий CTR, но показов ей не дали. Вот 785 дочитываний и 4,5 тысячи показов в ленте. Вот у этой CTR меньше 10, у этой CTR тоже меньше 10, но в принципе около 10. И вот у этой там меньше 10, но в принципе она вот неплохо стала крутиться, потому что первый день. Но если перейти сейчас в график, вот я имею в виду статистику, то давайте посмотрим. Тут очень сильно, конечно, время дочитываний влияет, то есть здесь вот 1 минута 23 секунды и уже показов больше, чем в остальных. Здесь 57 секунд, здесь 54 секунды, им не дали показов. Хотя странно, вот здесь вот 1 минута 16 секунд, но тоже показов немного. Нормально у меня здесь заходили статьи, только с CTR выше 10. Ну да ладно, не ради CTR мы пишем, пишем мы скорее для того, чтобы получать за это деньги. Давайте посмотрим монетизацию, монетизацию канала, который не особо ведут. Промотаем вниз, ну то есть за 2 месяца мы написали всего 5 статей и какой был доход за эти 2 месяца. Ну то есть если посмотреть, вот у нас первый месяц, то есть 27 января сегодня, тем не менее, вот 20 рублей, 29, 35, 67, 48, 44, 50, 37, 40, 56, 54, 64. В общем, ну вот где-то вот смотрим январь, в начало января смотрим. Вот 1 января, тут 100 рублей, ну вот он постепенно падал. Единственное, вот 256 рублей пришло, это более-менее нормальная цена. Это видимо стала крутиться та статья с высокими CTR. То же самое декабрь, посмотрим декабрь, ну тут вот 486 все-таки рублей было нормально. Ну а, это за 2 дня, ну то есть по 200 рублей. У нас вот 28, 29 пропущенный, за 2 дня 486, ну в принципе тут по 200 рублей, где-то 31, 178, 201, 155, 21 декабря. Ну то есть чем меньше мы пишем, тем меньше у нас доход. Вот 15 декабря, 2 декабря, 1 декабря, 63, хотя здесь вот тоже в ноябре так себе доход был. Можно еще ниже пролистать, и там вот копейки. Этот канал приносил по сути копейки, хотя я писал почти каждый день. Ну то есть особо-то ничего не изменилось, что писал я на него статьи, что не писал. Доход был катастрофически низкий. Ну вот единственное, вот тут вот тоже у нас 653 рубля, 25, 26, 24 пропущено, тут я уже не вспомню. Ну возможно по 300 рублей за 2 дня было. Тут вот неплохой 486 рублей за 30 декабря. А, ну тут опять 29 пропущено, то есть это тоже за 2 дня, по 200 рублей короче. Ну давайте, раз уж начали говорить о посещаемости канала, то наверное логично будет посмотреть в статистике, перейти в метрику. И за эти 2 месяца посмотреть эту самую статистику. Давайте перейдем и посмотрим, что у нас тут. Поставим не неделю, а месяц. Перейдем на месяц. Ну и вот собственно доходы-то вы видели, а посещаемость вот у нас примерно такая. Было 13 тысяч, 12 тысяч, ну то есть довольно маленькая. 11, 10, там ну 4, вот сейчас падает, потому что я не пишу вообще ничего, 1900. Ну предположим квартал поставим, чтобы посмотреть за 2 месяца. Вот у нас тут был всплеск, 21 тысяча максимально, но в принципе за квартал у нас ничего хорошего тоже особо не было. Вот этот вот низкий доход обусловлен тем, что посещаемость такая крайне низкая, с некоторыми всплесками. Хотя сами по себе статьи, если вот их смотреть, некоторые довольно неплохо зашли. Вот допустим 3 тысячи, 66 тысяч, 25 тысяч, 34 тысячи, 22 тысячи, 4512, 13 тысячи, 11 тысячи, 1000, 2000. Ну вот тут тоже 1000, 5000 и вот 38 тысяч. Ну и там смотреть некоторые набирали нормально, некоторые не очень хорошо. Это я все к чему? Это я к тому, что писать статьи на таком вот канале, который приносит очень мало денег, причем такие полноценные статьи, на которые тратится времени очень много. Ну мягко говоря не очень хочется, хотя вот ворует человек и не парится. Ну а собственно если отвечать на главный вопрос, что будет если перестать вести канал, то а ничего не будет, ну в смысле ничего хорошего не будет. Перестанет он просто приносить деньги, хотя если канал такой уже упал, скажем так, то возможно ничего не изменится, как у меня. То есть не приносил деньги и не будет приносить. Нет, конечно, если мы статистику до этого смотрим, он там по 200, по 300 рублей приносил, а сейчас он по 30, 50 рублей приносит. Но что-то меня там и те 200 не особо устраивали, и эти 30 не особо устраивают. Ну как бы, ну а какая разница тогда? Еще раз повторюсь, что 200 может быть и нормальные деньги, но если у тебя один канал, если ты его ведешь, развиваешь, а не несколько каналов, когда ты на них время основное тратишь, а потом еще и на этот, который тебе очень мало приносит, нужно потратить, блин, не знаю, пару часов. И это при том, что на канале уже опубликовано 442 статьи. 442 статьи это довольно много, то есть это довольно старый канал, это, блин, не знаю, канал с подписчиками. Но, дзену не так важно, старый канал у тебя, новый канал ли у тебя. Если ты перестал писать интересные статьи, если тебя перестали читать, то он тебе денег не заплатит. Ну плюс на канале про фильмы реклама не очень дорогая, и как бы, ну, некоторые за там 5000 показов, вернее, дочитываний получат там, не знаю, 500 рублей, а некоторые 50 рублей. Все зависит от стоимости рекламы. Ну и поэтому сравнивать каналы по 1000 дочитываний вообще некорректно, потому что платят на дзене не за дочитывание, а за взаимодействие с рекламой. То есть чем больше людей зашли на вашу статью, тем выше вероятность, что они просмотрят рекламу, когда платят за просмотры рекламы, либо кликнут по рекламе, когда платят за клики. Ну, в общем-то, на этот канал я еще немного пишу. Может быть, после того, как я отдохнул ментально, что-то новое, какие-то идеи появятся. Может быть, там вырастут показы. В общем, посмотрим, что из этого получится. А у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится. До новых встреч. Пока. На Инстаграм тоже подписывайтесь.